Давно ли вы в последний раз были в Беларуси? Или уже находитесь там и у вас проблемы? В любом случае, стоит подготовиться. Привет, меня зовут Валдис, и это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constance, посвященных легализации в Беларуси для иностранных граждан и гражданок. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация. И мы решили помочь вам с этим. Сегодня я расскажу вам про особенности и условия высылки из Республики Беларусь. Вы зарегистрировались в Беларуси. Возможно, трудоустроились, получили вид на жительство, медицинскую страховку. А об этом вы можете посмотреть наши предыдущие ролики. Но вдруг у вас появилась проблема. Угроза высылки. Что дальше? Итак, что необходимо знать иностранцам о условиях высылки из Беларуси? Иностранцы могут быть высланы из Беларуси, если местные государственные органы посчитают, что они угрожают интересам национальной безопасности, общественному порядку, защите нравственности, здоровье населения, прав и свобод граждан, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения. Основания для высылки описаны в законодательстве только в общих чертах и могут широко трактоваться государственными органами при принятии решения о высылке. Решение о высылке может быть принято органом внутренних дел или органом государственной безопасности по собственной инициативе или по ходатайству других государственных органов. В таком случае вас уведомят о том, что назначено рассмотрение вопроса о вашей высылке, о месте и времени рассмотрения. Вы можете там присутствовать лично, в том числе вместе с адвокатами. Вы имеете право давать объяснения и представлять сведения и документы, имеющие значение при принятии решения о высылке. Но имеет ли это смысл? Это же Беларусь-детка. Рекомендуется заранее собрать положительные характеристики, письма, поддержки с работой, учебы, других организаций, справки о составе семьи и наличии иждивенцев в Беларуси и иные документы, подтверждающие вашу крепкую связь с Беларусью. После рассмотрения вопроса о вашей высылке может быть принято решение о прекращении дела или о вашей высылке в добровольном или принудительном порядке. В случае высылки вам должны вручить уведомления о высылке, в котором также будет указан срок запрета на въезд в Беларусь от 6 месяцев до 10 лет. Если вас высылают в добровольном порядке, то вы можете самостоятельно определить государство, в которое будете выезжать, и способ выезда. За три дня до выезда вы должны проинформировать орган, принявший решение о высылке. Срок выезда определяется государственными органами индивидуально в каждом случае, но не должен превышать 30 суток. Если в отношении вас принято решение о принудительной высылке, то вас могут задержать на срок, необходимый для высылки, и поместить в изолятор временного содержания или центр изоляции правонарушителей. Вы не можете быть задержаны, если вы не достигли возраста 16 лет или достигли возраста 60 лет, имеете явные признаки инвалидности или беременны. Задержанным иностранцам по согласованию можно вести за свой счет телефонные переговоры с представителями дипломатических представительств или консульских учреждений. Постановление о высылке, не исполненное в течение одного года с даты его утверждения, исполнению не подлежит. Также вы можете обжаловать решение о высылке в вышестоящий орган, затем в суд. Если вас задержали и высылают в принудительном порядке, то процесс вашего выдворения организовывается белорусскими государственными органами. При необходимости оформляются транзитная виза, выездная виза из Беларуси и иные проездные документы. Расходы на вашу высылку, например, покупка билетов, услуги переводчика, вам придется оплатить самостоятельно. После оформления всех документов вас конвоируют до государственной границы или самолета. Если вы все еще хотите остаться в Беларуси и у вас остались вопросы, вы можете обратиться в нашу юридическую приемную по электронной почте или по телефону. А мы продолжим вас информировать о том, как легально находиться в Беларуси и как защитить свои права в случае высылки. Более детальной информации вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Удачи!